Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге Царств. И сегодня мы будем читать 9 главу этой книги. Она начинается словами Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему «Опояж чресла твои и возьми сей сосуд с Елеем в руку твою и пойди в Раумов Галатский». Придя туда, тыщи там Иеуя, сына Иосифата, сына на Мессиева, «И подойди и вели выступить ему из среды братьев своих. И введи его во внутреннюю комнату и возьми сосуд с Елеем и вылей на голову его и скажи «Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». Потом, отворив двери, беги и не жди». Здесь мы видим, что Елисей дает поручение одному из своих учеников, одному из сынов пророческих, чтобы он отправился в Раумов Галатский и придя, тыскал там Иуя, сына Иосифата, сына на Мессиева. И он должен выделить его из среды его братьев и помазать на царство в Израиле и быстро убежать с этого места, ничего не ожидая. То есть никакой награды. Почему это важно было сделать? Это было важно сделать, потому что помазать на царство человека, который во всем будет поступать правильно, это благо. И в этом случае можно взять и дары от этого помазанника. Но если нет уверенности в действиях этого человека, да, в чем-то может быть прав, только за это он сподобляется помазание, не все цари израильские были помазаны, а в чем-то и не прав, то здесь брать что-то, это будет граничить как бы с грехом симонии, потому что подарки нечестивого, они оскверняют руку праведного. Как Авраам в свое время, он отказался брать дары от царя Содома, говоря, нитки твоей не возьму. «И пошел отрок, слуга пророка, в ромав галацкий, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал, у меня слово, до тебя, военачальник. И сказал Ииуй, да кого из всех нас? Там сидели все военачальники, а он обращается как бы к одному. У меня слово, до тебя, военачальник. И Ииуй резонно спрашивает, да кого из всех нас? И сказал он, до тебя, военачальник. И встал он, и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его и сказал ему, так говорит Господь Бог Израилев, помазываю тебя в царя над народом Господнем, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава». Дом Ахава еще существовал, была жива еще и Изавель, которая губила божьих пророков и покровительствовала жрецам Ваала. «И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изавели. И погибнет весь дом Ахава. И истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле». Кстати, под заключенным иногда понимают заключенного в отчреве, то есть еще не рожденный, но принадлежащий к дому Ахава. Но чаще это реально, кто находится под опалой, в заключении, а зачем выделять их? Непонятно. Ответ прост. Если люди уже несут наказание, что их еще надо наказывать, это будет противоречить божественному установлению, что заодно дважды не наказывают. Но имеется в виду, что уже пророчество было, дано о полном истреблении дома Ахавы, и оно будет исполнено. «И сделаю дом Ахава, как дом Ирваама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахина, и из Авель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. То есть помазал, сказал эти слова и убежал. Значит, пророчество по поводу Изавели, что ее съедят псы. Съедят псы. А что имеется в виду? Ее как целиком съедят псы? Ну, выглядит так. Но на самом деле псы ее съедят не целиком. Какая бы ни была эта окаянная Изавель, у ней были некие заслуги. Но об этом поговорим ниже. «И вышел Иеуй к слугам господина своего и сказал ему, с миром ли, зачем приходил этот неистовый к тебе?» Почему его называют неистовым? «Вбежал, что-то сказал и убежал». И сказал им, «Вы знаете этого человека, что он говорит?» И сказали, «Неправда, скажи нам». И сказал он, «То и то он сказал мне, говоря, так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». И так он говорит другим военачальникам. Вы знаете, что говорит этот человек, имея в виду Елисея, что он всегда говорит что-то важное. «И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подстилали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали, воцарился Ииуй». Помните, когда Христос въезжает в Иерусалим, то люди тоже стелили свои одежды на его пути, потому что такое было бычь и приветствовать царя. «И встал Ииуй, сын Иесафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском, на страже против Азаила, царя Сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирьяне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Ииуй, «Если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». И сел Иуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, царь израильский, для лечения ран, которые причинили ему сирьяне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским, сильным и могущественным. И куда Ахозия царь Иудейский пришел посетить Иорама? Здесь Писание научает нас необходимости посещать больных, потому что Ахозия царь Иудейский, это потомок Давида, это благочестивая ветвь, и он приходит навестить больного царя, тем более раненого человека, который был ранен руками язычников. Даже Господь научает нас посещать больных. Помните, когда Авраам после обрезания находился в горячке, и был знойный период, он сидел у шатра, то есть не мог ходить, стоять, и предстал пред ним Господь. И тем самым Господь научает и нас тоже навещать больных. И, кстати, в Писании это прецедент. Господь явился Аврааму, предстал перед ним, Авраам сидел. То есть больному не надо подниматься даже пред царем, пред важным каким-то человеком. Если вот Авраам при встрече с Господом он сидел. Правда, потом он скачал, побежал навстречу, пал в ниц, когда увидел трех ангелов, которые знаменовали собою, были иконой Святой Троицы. На башне в Израиле стоял сторож и увидел он полчища Иуева, когда оно шло и сказал «Полчища вижу я». А здесь, значит, раненый царь Иорам, его пришел навещать Ахозия, царь иудейский, как раненого человека, больного. А сторож увидел еще это полчища Иуева, который тоже уже как бы царь Израильский. То есть, один царь умирает в ранах, а другой, поставленный по повелению Елисея, приближается к нему. И сказал Иорам «Возьми всадник и пошли навстречу им и пусть скажут с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал «Так говорит царь с миром ли». И сказал Иуй «Что тебе до мира? Поезжай за мною». То есть, он этими словами запрещает ему возвращаться к умирающему царю, а ехает теперь с нами. И донес сторож и сказал «Доехал до них, но не возвращается». То есть, его не отпускают. И послали другого всадника и он приехал к ним и сказал «Так говорит царь с миром ли?» И сказал Иуй «Что тебе до мира? Поезжай за мной». И донес сторож, сказав «Доехал до них и не возвращается». А походка как будто Иуя сына Намесиева, потому что он идет стремительно. Имеется в виду походка, бег, коня. Он как раз задается всадником. И каждый всадник имеет свой как бы стиль. «И сказал Иорам «Запрягай!» И запрягли колесницу его. И выступил Иорам царь Израильский и Ахозия царь Иудейский каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иеую и встретились с ним на поле на Фуфея израилетянина. И когда увидел Иорам и Иуя, то сказал «С миром ли Иеуй?» Иуя же его выначальник. И сказал «Какой мир при любодействии и завели матери твоей и при многих волхованиях ее?» И поворотил Иорам руки свои побежал то есть он поворачивает узды коня и стал убегать на колеснице и сказал «Ахозий измена Ахозия» то есть он сказал Ахозия царю Иерусалима иудейскому который приехал его навещать измена Ахозия предупреждает его тоже поворачивает «А Иеуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плечами его и прошла стрела через сердце его и пал он на колеснице своей и сказал Иеуй Бедекару сановнику своему возьми брось его на участок поля на фуфея израилетянина ибо вспомни как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава отца его и как Господь изрек на него такое пророчество то есть на Ахава и его потомство истинно кровь на фуфея и кровь сыновей его видел я вчера говорит Господь и отомщу тебе на сём поле слова Бог говорил Ахаву и они исполнились и так возьми и брось его на поле по слову Господню Ахозе царь иудейский который вообще не знал об этом заговоре он приехал навестить умирающего раненого царя израильского Ахозе царь иудейский увидевся и побежал по дороге к дому что в саду и погнался за ним Иеуй и сказал и его бейте на колеснице это было на возвышенности гур что при являме и побежал он в Магедон и умер там во всех случаях Господь защищал кровь Давида а здесь кровь Давида перемешалась с кровью Ахава они же брали потомков Ахава за себя дочерей Ахава и это привнесло смерть в дом Давида и отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом то есть он погибает в Мегиду Мегидо это опасное место считается что там был престол сатаны в древности но так как он все-таки потомок Давида слуги спокойно вывозят его тело и хоронят в гробнице с отцами его то есть близ гроба Давида в городе Давидово то есть в Иерусалиме в одиннадцатый год Иорама сына Ахабова воцарился Ахозия в Иудее и прибыл Иуй в Израиль и Изавель же вот это страшная женщина которая погубила много божьих пророков гнала пророку Илью и Изавель же получив весть нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно когда Иуй вошел в ворота она сказала мир ли замврию убийцы государя своего она его называет как злодея убийца государя цареубийца тогда это убийца помазанника это считалось серьезное преступление и поднял он то есть Иуй лицо свое к окну и сказал кто со мною кто и выгнули выглянули к нему два три евнуха из этих же окон откуда Изавель накрашенная смотрела и сказал выбросите ее и ее же евнухи написано и выбросили ее и брызнула кровь ее на стену и на коне и растоптали ее и пришел Иуй и ел и пил и сказал отыщите эту проклятую похороните ее так как царская дочь она и пошли хоронить ее и не нашли от нее ничего кроме черепа и ног и кистей рук И вот сейчас нам надо разобраться почему остался череп ноги и кисти рук Ведь пророчества были о том что ничего не останется дома Ахава А вот от этой страшной женщины которая вообще она провоцировала Ахава на совершение страшных злодеяний остался череп ноги и кисти рук и это можно было как-то похоронить Почему? Да она была нечестивая женщина Да она была идолопоклонница Изобель это символ гибнущего языческого мира уже пророчица Изобель тогда так ее называли христианские экзагеты Но были некие заслуги почему череп остался ноги и кисти рук Какие заслуги? Древнейшее предание говорит Да, Изобель была чудовищным человеком Но когда она слышала что по улицам идет свадьба она выходила как простой человек на улицу выбегала начинала петь свадебные песни с процессией хлопала в ладоши невесте и жениху и танцевала своими ногами И вот так каждую свадьбу она приветствовала А свадьба это священный союз Когда люди женятся это исполнение божественной митцвод заповеди плодитесь размножайтесь наполняйте землю И она хорошо пела она громко хлопала в ладоши она хорошо плясала и за это сохраняется череп ноги и кисти рук То есть Господь ни в чем не обижает человека даже нечестивого если какие-то были добрые деяния его они будут вспомняты Я помню как я сидел в очереди к отцу Науму и зашел спор кто из советских правителей самый такой был а все-таки относительно правильный И отец Наум ответил при котором запрещали аборты посмотрите по учебникам истории при каком была большая рождаемость тот и более правильный при всех своих злодеяниях Действительно Господь и судит человека за его преступления но ни одно доброе дело не будет забыто даже кружка воды поданная во имя Христа она вспомнится и возвратились и донесли ему и сказал он то есть июю донесли что только череп остался ноги и кисти рук и сказал и сказал он таково было слово господа который он изрек через раба своего Илью фесвитянина сказав на поле израильском съедят псы тело и изавели и будет труп изавели на участке израильском как навоз на поле так что никто не скажет это эсра и изавель пророчество исполнилось да но не совсем череп остался руки и ноги потому что когда хоть как-то человек служит Богу даже пущенный по водам хлеб как сказано в притчах он возвращается к человеку и так сегодняшнее чтение чтение научает нас очень многим истинам здесь говорится о прецеденте необходимости навещать больных о том что рассчитывать на свое положение очень сложно всегда могут найтись рядом предатели и о том что даже наказывая Господь помнит то немногое добро которое может быть связано с тем или иным человеком спасибо вас Христос спасибо 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 Продолжение следует...